Всем привет, друзья! С вами я, Марина Чернова, на канале Кухня без фанатизма. Сегодня буду готовить очень вкусные, сочные куриные котлеты. И расскажу вам, что я делаю для того, чтобы они были сочные. Что мне для этого понадобится? Килограмм куриного мяса. Я взяла курицу и отделила мясо от костей. Либо килограмм хорошего куриного фарша можете взять готового. Одна крупная луковица, пару зубчиков средних чеснока, они у меня вот мелкие, их 4 штучки. Сухари панировочные для панировки, растительное масло, перец чёрный молотый, соль. Значит, хлеб белый пшеничный, либо батон, двух-трёхдневный, 150 грамм. И я его залила 250 граммами молока, чтобы хлеб стал мягкий. Также понадобится 50 грамм сливочного масла. Оно у меня в морозилке сейчас. В первую очередь прокрутим через мясорубку замоченный в молоке хлеб и куриное мясо. А теперь нарежем лук. Очень меленько, мелко-мелко. Лук лучше нарезать, чем пропускать через мясорубку. Это придаёт котлетам также сочности. Лук нарезали. И теперь надо мелко нарезать, нарубить чесночок. Чеснок также добавляем в фарш. Также добавляем чёрный молотый перец, одну чайную ложечку, без горки. И солим по своему вкусу. И хорошенько вымешиваем. Вымешиваем очень тщательно минут 5. Это также придаст котлетам сочности. После того, как фарш хорошо вымесили, оставляем его отдыхать минут на 15, чтобы белки хорошенько набухли. И фарш стал более однородным и пластичным. Прошло 15 минут. И теперь натираем сливочное масло из морозильника, замёрзшее, на крупной тёрке. Обычно куриные котлеты поливают при подаче сливочным маслом. Но я делаю вот так вот, добавляю в фарш. И теперь надо быстренько размешать, не очень долго. Сливочное масло также придаст котлетам сочности и необыкновенно хороший вкус, вкусный. Теперь руки смачиваем холодной водой и делим на порции, на полуфабрикаты. А теперь панируем в сухарях. Вот так вот со всех сторон обсыпаем. Из руки в руку вот так формуем. Можно делать круглые, можно приплюснутые. И можно вот кладём на тарелку, посыпанную сухарями также. В сковороду наливаем растительного масла, разогреваем и выкладываем котлетки. Все котлеты в сковороде у нас уже жарятся с одной стороны. Главный секрет сочности котлет это время приготовления. Самое большое котлеты должны жариться 12 минут. По 6 минут с каждой стороны. Если вы будете жарить котлеты 20 минут, уже ни о какой сочности речи не может и быть. Весь сок выйдет в сковороду, просто выльется. 6 минут с одной стороны, 6 минут с другой стороны. Это технология приготовления куриных котлет. 6 минут прошло. Переворачиваем на другую сторону. И будем жарить также 6 минут. Огонь у нас ниже среднего, небольшой. Чуть больше маленького. Прошло 6 минут с другой стороны. Вот может быть вам видно, как сок начинает выделяться из котлет. Все, котлеты готовы. Не надо дать этому соку вылиться на сковороду. Все, выключаем, выкладываем на корейку. Вот такие котлеты получились. Упругие, очень вкусные, хорошие. Главный секрет сочности, это 6 минут жарить с каждой стороны, не накрывая крышкой. Сейчас я вам одну котлетку разломлю, покажу, какая она сочная. Так, вот берем котлетку. Она же горячая. Посмотрите, просто сок выделяется. Да, класс. Очень сочные, очень вкусные. Если понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и отличного настроения! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!